Дарина, добрый день. Добрый день, пока не снимайте. Вот открываются, вот это делают. Вот они спят каждый, у него свое место есть. Такие домашние, любят дома. Виндей, виндей. Вот это толстый, это трубик. Это не алюминий, это живое. Друзья, сейчас я нахожусь в доме Юрия и Дарины. В Ирпине, на улице Тургеевской, дом номер 10. Посмотрите, от дома ничего не осталось. Абсолютно. И сейчас мы вам предлагаем послушать рассказ самих хозяев о том, что здесь произошло, как они это видели, или какие события были, те, которые привели к таким разрушениям. Ну и всю эту печальную историю. Тут у нас замість фурончика, в котором мы сейчас поживаем, была наша адекватная машина, которую купили. Ее зруйнувала, тоже вщент. Получается. Это трейлер нам дали. Спасибо, волонтеры, чтобы можно было десь переночевать. Если будет зима, то где будет? Ну, не знаю, будем проситься до доньки. Мы уже довольно доросли люди, и мы в один момент остались сразу без всего. Без теплицы, без вулечки наших, без бджелок, без дом, без машины. И даже сарай, в котором был весь инструмент, все зруйновано. Просто в один момент, без ничего. Вот тут у нас была теплица очень хорошая. Мы еще зимой, 25 грудня, сняли помидорчики. Зимой у вас росли помидорчики? Да, 25 грудня, на католическом раздумованно, она затопливалась, видите, там у нас такий бак, его на сколько посекло, видите. Ну, просто ординация была настолько, что живого места, как бы, не было. Исправа в том, что у нас машина была заправлена, но мы не думали, что это насколько серьезно. Потом, когда уже перерывали все мости, и мы были совсем без, как бы сказать, без оповещения, что это, то есть, то есть, там, повитряная тревога. Потом мы были без связи, без води, без газа, без света. То есть, уже такая была напряженная обстановка, уже вот тут, видите, подробного домика, начали с ней переработать. Там сзади нас милиция, тут перепалки, перестрелки. Выбывали день и ночь. И поэтому, как бы, наш сусід, он им маленький способ, он співпрацював с Тарообороны, он просто спасал с семьи. И таким чином спочатку в первый день он меня привез, а потом на второй день я вывез, а мы, когда текали, ничего не взяли. Я только свою киточку за... То есть, у нас есть вяда? У нас есть вяда, но этот сусід нам сказал, что руйнувание трепилося 23 вечера. Но тут был не один прилет, потому что мы нашли хвостовик от Мини, тут много было. Когда нам сказали, что уничтожен дом, я не думала, что он просто вщент. Я думала, что там что-то, но это все полностью, все, что мы там покупали. И мы, главное, спасли своих котиков, потому что мы их не могли здесь оставить. Мы надеялись, что мы вернемся, конечно. Это был центральный вход, мы сейчас заходим? Да, это был центральный вход. Тут была моя комната, кровать стояла біля векна, два холодильника. Это был коридор, ванна, туалет, санузу и две комнаты. А то и то все уже... У нас сусід? Да. Наш дом очень старый, ему больше 100 лет всего тут. В середине было, что выгорело, вот такие деревья, потом утеплительцы, а потом уже было обложено кирпичом. После революции было и с басчитальником комсомольцы учили читать. Во время Великой Ветчизняной стояли немцы, люфтваффе, летчики. Сусідка сказала, что потрапил именно зажигательный снаряд, а потом еще минами добавляли все. Ну, было целенаправлено, два дня лупили, понимаете? И вот так вот по одной стороне, видите? Той дом, то он, пять добил подряд. Вот так вот. Я была очень расчавлена. Взагалі мне казалось, что это уже конец. Но как-то человек мне, знаете, слова один раз сказал, что мы должны быть сильными. Мы должны отбудовывать за тех, кто поклав уже время за нас, за наше будущее. Это как-то, знаете, стимулировало, честно говоря. Поэтому мы стараемся как-то, как-то тяжело. Кто может чем-то допомогти этим людям, то мы оставим карту в описании под этим видео. Вы можете хоть какую-то сумму передать этим людям на то, чтобы они хоть как-то обустроились в этом жизни, чтобы им было легче. А это я для котов сделал в домике. Вот это? Да. Ой, не, я не понял. Да, вот открывается вот это дело. Видите, вот они спят каждый, у него свое место есть. Это вот так оно закрывается. Так а сколько у вас котов? У нас сейчас 3. А вот, видите, дверь. Это для них, чтобы они заходили туда-сюда, выходили. Ну это уже, чтобы мы заходили, все, видите, вот все. Там их еда стоит. Вот это, каждый спит. Там мама спит и два ее сыночка спят. Ну, там и там, которому за больше года все. Кстати, а то привыкли для собак делать только удобно, да, в будке. А для котов тоже надо делать. Да, да, да. В ночи такие бывают и теплые, и холодные, и все. Это, как побило, я себе сделал такой бассейн, чтобы помыть все. Видите, залез и рассукнулся. Это я сюда приварю потом, если надо все. И она быстрее вода нагревается, потому что пока это железо на солнце нагреется, знаете, все. Ну, отверстия снизу-то вы позаваривали какие-то, да? А вон, да, там, видите, внизу он есть еще. Хорошо прошила, такой, видите, толстый металл. Вообще. Такая кучность была. Весь забор вон он валяется, видите, он там, за этим самым. Высокий, можете посмотреть даже. Через верх, посмотрите. Вот там вот весь забор, видите, валяется. Может, поросло, конечно. Я говорю, какая кучность, представляете, что тут творилось и все. Тут вообще ничего живого не было. Если тут инструмент лежал, весь посекло, все. Вот я уж удивился, так осколками. Это просто какой-то ад. Да, да, да. Такие абрикосы здесь растут на вот этом дереве. Огромные просто. Этому дереву уже много лет. Вообще-то абрикос по правилам больше 16 лет не должен расти, его надо срезать, все вот тут. Но жалко. Память. Насколько я понимаю, допомога от державы пока еще ніяка нема? Нет, пока еще ничего. Нет, только есть допомога от того, что было 6.5. Ага. Аж до закінчения войны. Справа, никто ничего не... Нет, потом будет Верховная Рада принимать решение, что делать с частным сектором. Потом будут местные. Все даже после войны затянется где-то на 10 лет. Ага. То есть у вас вообще ну... Я воздух трест пока. Ноль. Приватный сектор в самом конце. Везде ноль, да. Ходим только берем справки. У нас еще нет акта официального оценки. Просто нам дали, что дом непригодный для житла. А еще, насколько вы знаете, все... И уже после этого акта уже можно замовлять проект, что делать на этом доме. То есть его можно уже все защищать. Пока акта у тебя нет на руках... Да. И еще милиция не проходила, потому что я еще заяву на милицию написал все. Ну там не центральный, а отдел, который занимается. Возвращение. Тут были у нас сильные бои, когда был вот этот жираф. Мы находились. Тут танковые бои были сильные. Мы не знали просто, куда текать. В погреб. В погреб опасно. В доме лягали на подлогу. Поперечений не было. Сирени не было. Просто ты не знал, куда хватать. Хотя бы прийти. Скажи еще, люди, текайте. Я когда-то Чорнобиль. Чорнобиль тогда бахну. Да. Приехали автобусы. Всех забрали. Все кинути на произвол. 9 числа, уже после обеда, когда мне сказали одно место. Это только 9 числа ездил в бусик. И был гучномовец, что эвакуируйтесь. Повная эвакуация. Коридор сделали. Что они сделали? Хорошо, что они приехали в тот коридор. Они пропустили автобусы, а 5 машин. Розстреляли полностью, вы знаете. Даже трупы не отдали. Люди шукали и по бояркам, и по святошинам, где хочешь все. Вот. Бо мне с работы там казалось все. Даже детей постреляли все. Через 2-2 часа ехала другая колонна. Все нормально. Все. То есть было очень опасно, если бы мы боялись просто машиною ехать. Мы были отверганы. У нас вообще не было связка. Честно сказать, мы сидели тут. Я вам просто не могу сказать. Это настолько было холодно. На улице холодно. Газ отключили, все отключили. В доме было 9 градусов. Мы что делали, мы грели. Вот тут палили костер. Там костри палили сзади. Грели обувь, каструлер. Там заносили в комнату все. Хоть бы хоть как-то зрякось. Закривали двери, чтобы какие-то маленькие помещены. Я так понимаю, вот тут вы готовили собі ежу, так? Да, да. Было очень опасно, потому что из этого дома уже... Снайперы работали где-то из этих домов. Да, да. Смотрите, там дальше уже на минеральной милиции. Они там разгромили милицию. Там 8 числа было просто все. Там двери были отчинены. Я не знаю каким образом. Или спаслись наши оружие, забирали. То есть мы находились просто на меже жизни смерти. Честно говоря. Вот такие красавицы. Костя, он очень сильный. Костя, сидеть. Сильный? Он очень сильный. Такие домашние, любят дом. Да, да. Костя! 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 Красавица! Костя, труба у тебя. У нас дети уже стали, внуки. Да, да, да. Пойдем в трейлер. Волонтеры подарили трейлер людям, для того, чтобы они могли хоть где-то жить. Это вот такой прицеп, как дом на колесах. Пойдем в трейлер. Пойдем в трейлер. Пойдем в трейлер. Пойдем в трейлер. Из Полтавской области, вы знаете, отгукнулись люди. У нас волонтеры такой дом. Он, конечно, очень такой, очень запущенный. Ну, запущенный как? На нем давно уже не жили. Но мы его почистили. Потом купили, видите, пленочку. Вот тут соби обклеили. Все повимивали. Шторочки постирали по возможности. Сусидочка мийчий пылесос дала. Мы почистили эти стеночки, потому что все было очень сиро. Обивочки поменяли так, чем могли, чтобы можно было. Только застеляли, потому что наши котики запрыгают. А тут мы обедаем. Такие. У нас просто маленький клюточек. Мед только надо кушать соток, ребята. Чтобы вы знали все. Потому что тот, который уже проходит это самое, он не любит, как вино, лишних движений. Вот это толстый, это трутень. Видите? Вот такой большой. Он не кусается. А то пчелка, видите, с пергой полить. Ну, с пельцой на ножках. Главное, что земля. Я ни разу не понимал, что... Знаете, даже в детстве читал книжки, что тут тихий дом, что из-за земли люди убивали друг друга. Революция была. Действительно, земля, она... Есть за что бороться. На земле можно все построить. И дом, и все. Главное, чтобы она была двоя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова